Девушки отдыхают Это совершенно перевернутый мир, Такер. То, что они говорят, шокирует. Россия может попытаться вмешаться в наши выборы. Как странно, я ведь говорил об этом еще в 2014 году, и никто не слушал, им не было дела. А потом в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, и ведь они не одни. Вот Китай — маленькая, благочестивая страна, которая думает, конечно, мы бы предпочли уже купленного нами Джо Байдена, но мы никогда не станем строить никакие козни. Вы уже надели свою китайскую маску? Просто к слову. Это безумие. Это не просто безумие. Это еще и кое-что очень знакомое. Мы слушали это три года. Кого они надеются привлечь на свою сторону, воскрешая этот нонсенс? Недоумков? И правда, недоумков. Все СМИ куплены. Если говорить об изменении исхода выборов, позвольте задать пару вопросов. Почему мы должны прислушиваться группе людей? Почему мы должны прислушиваться группе людей, которые, кажется, все еще считают голоса, поданные на Праймерис, в Айове? Которые буквально до сих пор считают голоса, поданные на Праймерис, в Нью-Йорке. Когда же это было? Не несколько часов назад, а несколько недель назад. 84 тысячи недействительных бюллетеней, посланных избирателям в Нью-Йорке. Недействительные бюллетени для заочного голосования. 84 тысячи. И еще полмиллиона бюллетеней, разосланных в одном только штате Вирджиния. У вас нет надежной аппаратуры для этого. А теперь вы хотите это расширить, чтобы все голосовали по почте. И вы также знаете, мы все знаем, что Россия и Китай, да блин, уже и Англия, наверное, пытаются посеять хаос. И мы вовсе не пытаемся всерьез решить эту проблему. Никто не относится к этому серьезно. Какое мудрое замечание. Я и не знал про Кокус Ваёве. В это просто невозможно поверить. С нами был Глен Бэк, который всегда все разложит по полочкам и подкрепит фактами, которых я не знал. ПОДПИСЫВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВ Продолжение следует...